Снова здравствуйте. Продолжаем читать. Вокруг света 80 дней. Юлия Вернов. Глава 26. В которой описывается путешествие в экспрессе Тихоокеанской железной дороги. От океана до океана. Так называют американцы великий железнодорожный путь, пересекающий Соединенные Штаты в самом широком месте их территории. Но в действительности Тихоокеанская железная дорога разделяется на две части. Центральную Тихоокеанскую между Сан-Франциско и Огденом. И объединенную Тихоокеанскую между Огденом и Амахой. Там сходятся пять отдельных линий, связывающие Амаху или, по-моему, Омаху с Нью-Йорком. Таким образом, Нью-Йорк и Сан-Франциско в настоящее время соединены непрерывной медалической лентой длиной в 3786 миль. Между Омахой и Тихим океаном железнодорожный путь пересекает местность, часто еще посещаемую индейцами и дикими зверями. Обширную территорию, которую около 1845 года начали заселять мормоны после их изгнания из Иллинойса. В прежнее время, даже при самых благоприятных обстоятельствах, на переезд между Нью-Йорком и Сан-Франциско затрачивали шесть месяцев. Теперь же достаточно семи дней. В 1862 году, несмотря на противодействие депутатов южных штатов, которые желали, чтобы путь проходил южнее, железная дорога была намечена между 1941 и 1942 параллелями. Покойный президент Линкольн лично заложил начало пути в городе Омахе в штате Небраска. Работы тотчас же начались и производились с чисто американской деловитостью, не терпящей ни бюрократизма, ни бумажной переписки. Быстрота строительства ни в коей мере не должна была вредить прочности сооружений. В прерии укладывалось по полторы мили пути в день. По рельсам, уложенным накануне, локомотив доставлял рельсы, нужные на завтрашний день, и двигался все дальше и дальше по мере того, как строилась дорога. От Тихоокеанской железной дороги отходит несколько ответвлений в штатах Айова, Канзас, Колорадо и Орегон. От Омахи она идет вдоль левого берега реки Плат до устья ее северного рукава, затем сворачивает к югу, пересекает земли Лорами, Уотсадческий горный хребет, огибает соленое озеро, подходит к столице мормонов Солт-Лейк-Сити, затем углубляется в долину Туилла, проходит пустыней, огибает гору Сидара и Гумбольта, пересекает Гумбольт-Ривер, горы Сьерра-Невада, скалистые горы и долины реки Сакраменто постепенно спускается к Тихому океану. Такова была эта длинная артерия, которую поезда пробегали за 7 дней, и она позволяла мистеру Фогу надеяться 11 декабря сесть в Нью-Йорке на пакетбот, следующий в Ливерпуль. Вагон, в котором поместился Филиас Фог, представлял собой нечто вроде длинного амнибуса, лежащего на двух четырехколесных платформах, подвижность которых легко позволяла преодолевать кривые небольшого радиуса. В вагоне не было купе, перпендикулярно его оси располагались два ряда кресел, между ними оставался свободный проход, ведущий в туалетную комнату и уборную, которые имелись в каждом вагоне. По всей длине поезда вагоны сообщались между собой при помощи площадок, так что пассажиры могли свободно переходить из одного конца состава в другой. В их распоряжении были вагоны-рестораны, вагоны-террасы, вагоны-салоны, вагоны-кофейни. Не доставало только вагонов-театров, но со временем появятся и они. По площадкам, соединявшим вагоны, неприставно сновали газетчики, продавцы книг, напитков, сигар, съестных припасов и прочих товаров. В покупателях недостатка не было. Поезд отошел от станции Окленд в 6 часов вечера. Наступила ночь. Темная, холодная ночь. Небо заволокло тучами, которые угрожали каждую минуту прорваться снежной метелью. Поезд шел со средней скоростью. Принимая в расчет остановки, он двигался не быстрее 20 миль в час. Тем не менее, идя таким ходом, он мог пересечь территорию Соединенных Штатов в установленный срок. Пассажиры в вагоне разговаривали мало. Все начинали понемногу дремать. Паспорту сидел рядом с полицейским инспектором, но оба они молчали. После описанных выше событий, их отношения заметно охладели. Не чувствовалось ни прежней симпатии, ни дружбы. Фикс ни в чем не изменил своего поведения, зато паспорту держался крайне сдержанно и при малейшем подозрении готов был задушить своего бывшего друга. Через час после отхода поезда пошел снег, но, к счастью, мелкий, не мешавший движению состава. Из окон вагона виднелась теперь лишь бескрайняя белая пелена, на фоне которой клубы, выбрасываемого локомотивом пара, казались сероватыми. В 8 часов в вагон вошел проводник и объявил пассажирам, что наступило время ложиться спать. То был спальный вагон, и через несколько минут он действительно превратился в дортуар. Спинки кресел откидывались с помощью остроумных приспособлений. Появлялись прекрасно набитые тюфяки, в несколько секунд возникли кабинки, и каждый пассажир вскоре получил в свое распоряжение удобную постель, защищенную плотной занавеской от нескромных взглядов. Просто они были белоснежные, подушки мягкие, оставалось только лечь спать, что все и сделали, чувствуя себя словно в каюте комфортабельного пакетбота. А поезд в это время на всех парах мчался через штат Калифорния. На территории между Сан-Франциско и Сакраменто рельеф местности довольно ровный. Эта часть железнодорожного пути носит название Центральной Тихоокеанской дороги. Она начинается от Сакраменто и направляется на восток, где пересекается с линией, идущей от Омахи. От Сан-Франциско до столицы Калифорнии дорога идет прямо на север, вдоль реки Американ Ривер, впадающей в залив Сан-Пабло. Расстояние в 120 миль между этими большими городами было покрыто за 6 часов. И к полуночи, когда пассажиры еще видели первый сон, поезд прибыл в Сакраменто. Таким образом, им ничем не удалось полюбоваться в этом большом городе, столице штата Калифорния. Не увидели они ни его прекрасных набережных, ни широких улиц, ни великолепных отелей, ни скверов, ни церквей. Покинув Сакраменто и миновав станции Джанкшен, Роклин, Оберн, Колфакс, поезд углубился в горный массив Сьерра-Невада. В 7 часов утра он прошел через станцию Сиско. Час спустя спальня вновь превратилась в обыкновенный вагон, и путешественники могли любоваться из окон прекрасной панорамой этого гористого края. Железнодорожный путь, подчиняясь капризам Сьерры, то полз по склону гор, то словно повисал над пропастью, то прихотливо извивался, избегая крутых поворотов, то есть устремлялся в узкие ущелья, откуда, казалось, не было никакого выхода. Паровоз с высеребренным колоколом большим фонарем, бросавшим по сторонам желтоватый свет и особым предохранительным выступом, торчащим впереди, как огромная шпора, сверкал словно оправа очков. Его свистки и гудки смешивались с ревом потоков и водопадов, а столбы дыма велись среди темных ветвей, сосен и елей. На пути почти не попадалось ни мостов, ни туннелей. Железнодорожное полотно шло вдоль склонов гор, не всегда придерживаясь кратчайшего пути и не вступая в борьбу с природой. Кстати говоря, маленькая ремарка от меня. Можно поискать в гугле, в ютубе трансляции или записи видов вот с этого отрезка железной дороги. По большому счету поменялась техника, а природа осталась прежней. Можно будет, скажем так, проделать путь вместе с героями Романа Жюля Верна. К 9 часам через долину Карсон поезд вступил в пределы штата Невада, следуя все время в северо-восточном направлении. В полдень он отошел от Рено, где была 20-минутная остановка, во время которой пассажиры успели позавтракать. Начиная от этого пункта, железнодорожный путь следуя вдоль берега реки Гумбальт-Ривер несколько миль идет к северу. Затем он поворачивает на восток и не покидает берегов реки вплоть до гор Гумбальта, расположенных почти у самой восточной оконечности штата Невада, где река берет свое начало. Позавтраков, мистер Фок, миссис Ауда и их спутники вновь заняли места в вагоне. Филиас Фок, молодая женщина, фикс и паспарту, удобно усевшись, любовались разнообразными видами, проносившимися мимо окон. Обширной прерией, на горизонте которой вырисовывались горы и пенистыми бурными ручьями. По временам большие стада бизонов, словно живая плотина, появлялись вдали. Эти нескончаемые армии жвачных часто являются непреодолимым препятствием для движения поездов. Бывают случаи, когда несколько тысяч бизонов плотными рядами тянутся поперек железнодорожного полотна много часов подряд. Паровозу приходится тогда останавливаться и ждать, пока путь вновь освободится. Так случилось и на этот раз. Около трех часов дня стада в 10 или 12 тысяч голов преградила дорогу. Паровоз, замедлив скорость, попытался было при помощи своей шпоры разбить с фланга эту громадную колонну, но был в конце концов вынужден восстановиться перед плотной массой животных. Бизоны, которых американцы неправильно называют буйволами, двигались спокойным шагом, издавая по временам громкое мычание. Ростом они выше европейских быков, хвост и ноги у них короткие, за гривок выдается, образуя мускульный горб, рога этих животных широко расставлены, с головы, шеи и плеч свисает длинная грива. Нечего было и думать о том, чтобы остановить их шествие. Приняв то или другое направление, Бизоны следуют ему, не обращая внимания на препятствия. Никакая плотина не способна бы сдержать этот живой поток. Высыпав на площадке, пассажиры наблюдали это любопытное зрелище, но тот, кому, казалось, следовало бы торопиться больше всех, Филиас Фок, оставался на месте, и с философским спокойствием ожидал, пока Бизоны соблаговолят освободить ему путь. Паспарту был взбешен задержкой, вызванной скопищем животных. Он готов был разрядить в них весь арсенал своих револьверов. Что за страна, восклицал он. Обыкновенные быки останавливают поезд и идут как на параде, не заботясь о том, что задерживают движение. Черт возьми! Хотел бы я знать, предусмотрел ли мистер Фок в своих планах эту помеху? И чего только смотрит машинист, пустил бы паровоз прямо на этих глупых тварей. Но машинист и не пытался прорваться сквозь препятствия и действовал вполне разумно. Конечно, паровоз раздавил бы несколько передних бизонов, но при всей своей мощности он в конце концов сошел бы с рельс и поезд неминуемо потерпел бы крушение. Самое лучшее было терпеливо ждать, а потом, увеличив скорость, попытаться наверстать потерянное время. Прохождение бизонов продолжалось долгих три часа, и путь освободился лишь к ночи. В то время, как последние ряды бизонов все еще пересекали рельсы, первые уже скрылись за горизонтом. В восемь часов поезд прошел сквозь ущелье гор Гумбольта и в половине десятого очутился на территории штата Юта в районе Большого Соленого озера любопытной стране мормонов. Глава 27, в которой паспарту со скоростью 20 миль в час изучает историю мормонов, а заодно и мы вместе с ним. В ночь с 5 на 6 декабря поезд прошел около 50 миль в юго-восточном направлении. Затем он углубился на такое же расстояние к северо-востоку и приблизился к Большому Соленому озеру. Около 9 часов утра паспарту вышел на площадку вагона подышать свежим воздухом. Погода стояла холодная, небо было серое, но снег больше не шел. Солнечный диск, разорвавший пелену тумана, походил на огромную золотую монету и паспарту занялся вычислением, сколько могло быть в нем фунтов стерлингов. Как вдруг был отвлечен от этого полезного занятия появлением весьма странного персонажа. Этот субъект, севший в пояс на станции Элка, был толговязый мужчиной со смуглым лицом и черными усами. На нем были черные чулки, черная шелковая шляпа, черный жилет и черные панталоны, белый галстук и лайковые перчатки. Он походил на священника. Переходя из вагона в вагон вдоль поезда, он на каждой дверце приклеивал рукописное объявление. паспорту подошел к одному из этих объявлений и прочел, что почтенный старец Уильям Хитч, мормонский миссионер, пользуясь своим присутствием в поезде номер 48, прочтет в вагоне номер 117 между 11 часами и полуднем лекцию, посвященную мормонизму. Он приглашает джентльменов, желающих просветиться в вопросах таинств, религии святых последних дней, прослушать ее. Что ж, надо будет пойти, решил прося паспорту, который знал о мормонах лишь то, что в основе их общежития лежит многоженство. Новость быстро облетела поезд, в котором было около сотни пассажиров. Из этого числа свыше 30 человек, привлеченных интересом к лекции, разместилось к 11 часам на скамейках вагона номер 117. Паспорту восседал в первом ряду верующих. Ни его господин, ни Фикс не обеспокоили себя посещением лекции. В назначенное время старец Уильям Хитч встал и довольно раздраженным голосом, как будто ему кто-то заранее противоречил, закричал. Я вам говорю, что Джо Смит мученик, что его брат Хайрам тоже мученик, и что преследование федеральным правительством пророков сделают также мучеником Браэма Юнга. Кто осмелится утверждать противное? Никто не рискнул противоречить миссионеру, возбуждение которого контрастировало с его спокойным от природы выражением лица. Но без сомнения, гнев его объяснялся тем обстоятельством, что мормонизм в то время подвергался преследованиям. Действительно, правительству Соединенных Штатов не без усилий удавалось смирять этих непокорных фанатиков. Так был подчинен федеральным законам штат Юта, после того, как по обвинению в многоженстве и подстрекательстве к мятежу был заключен в тюрьму Брайан Юнг. С этого времени ученики пророка удвоили свои усилия и, не прибегая пока к открытым действиям, словесно боролись против постановлений Конгресса. Вот почему старец Уильям Хитч вербовал приверженцев даже в поездах. С нистовыми жестами и завываниями он рассказывал своим слушателям историю мормонизма с библейских времен. Как в Израиле мормонский пророк из колена Иосифа провозгласил положение новой религии и передал их своему сыну Морому, как много веков спустя перевод этой драгоценной книги, начертанной египетскими письменами, был сделан фермером из штата Вермонт Джозефом Смитом младшим, который объявился как пророк, исполненный откровением в 1825 году, как небесный посланник предстал перед ним в блистающем лесу и передал ему послание Всевышнего. В эту минуту несколько слушателей, мало интересующихся такими давними историями, покинули вагон. Но Уильям Хитч, продолжая, рассказал, как Смит младший, поддержанный отцом двумя братьями и несколькими учениками, основал религию святых последних дней. Религию, которой придерживаются не только в Америке, но и в Англии, в скандинавских странах и в Германии. Религию, в числе последователей которой встречаются не только ремесленники, но и люди свободных профессий. Как была создана колония в Агайе, как в основанном ими городе Киркланде был воздвигнут храм стоимостью в 200 тысяч долларов, как Смит стал предприимчивым банкиром и получил от простого показывателя мумий папирус, написанный рукой Авраама и других знаменитых египтян. Повествование несколько затянулось и ряды слушателей вновь при деле. В вагоне осталось теперь не более двух десятков людей. Но старец, немало не обеспокоенный бегством слушателей, весьма подробно рассказал, как в 1837 году Джо Смит обанкротился, как разоренные пайщики вымазали его дегтем и вывалили в перьях, как он вновь объявился через несколько лет еще более почитаемым и славным, чем раньше, став главой трехтысячной процветающей общины в Индепенденсе в штате Миссури и как преследуемый ненавистью язычников он вынужден был бежать на Дальний Запад. Осталось только десять слушателей и среди них честный паспарту который слушал развесив уши таким образом он узнал как после долгих преследований Смит снова появился в Иллинойсе и в 1839 году основал на берегах Миссисипи город Нову-Ля-Бель население которого достигло 25 тысяч душ как Смит стал мэром верховным судьей и главнокомандующим как в 1843 году он выстоял свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов как в конце концов его заманили в ловушку в Карфагене как он был брошен в темницу и убит замаскированной бандой в эту минуту паспарту был один одинешенек в вагоне и старец глядя ему в лицо гипнотизировал его своим голосом напоминая ему как два года спустя после убийства Смита его преемник вдохновленный свыше пророк Брайан Юнг погинул город Нову и обосновался на берегах Соленого озера и здесь на чудесной земле среди плодородных долин расположенных на пути движения переселенцев из Юты в Калифорнию он основал новую общину которая благодаря мормонскому принципу многоженства неимоверно разрослась и вот заключил Уильям Хитч вот почему зависть Конгресса ополчилась против нас вот почему федеральные войска топчут землю Юты почему наш вождь пророк Брайан Юнг незаконно заключен в темницу уступим ли мы силе никогда изгнанные из Вермонта изгнанные из Ленойса изгнанные из Огайя изгнанные из Миссури изгнанные из Юты мы найдем новые независимые земли где раскинем наши шатры а вы мой верный ученик обратился старец к своему единственному слушателю бросая на него гневные взгляды раскинете ли вы свой шатер под сенью нашего знамени нет храбро ответил паспарту и пустился наутек оставив одержимого вещать в пустыне ну кстати говоря мормоны в общем-то закрепились все-таки в штате Юта вот не только в Солт Лейк Сити но и в городке который расположен немного южнее называется по-моему Сент-Джордж вот это городок стоит на дороге между как раз таки Солт Лейк Сити и где все эти казино-то сосредоточены вот собственно и в этом городишке собственно знают историю мормонов вот мэр об этом рассказывает церковь там есть так что обосновались да но по-моему там больше многоженцев нет насколько мне известно во время этой проповеди поезд шел быстрым ходом и к половине первого дня достиг северо-западной оконечности соленого озера отсюда путешественники могли обозреть на большом пространстве это внутреннее море называемое также мертвым морем в которое впадает американский Иордан это прекрасное озеро обрамлено великолепными дикими утесами широкие основания которых покрыты белым соляным налетом его огромная водная поверхность занимала некогда еще более обширное пространство со временем по мере роста наслоений поверхность озера уменьшилась но глубина его возросла соленое озеро имеющее около 70 миль в длину и около 35 миль в ширину расположено на высоте 3800 футов над уровнем моря весьма отличное от асфальтового озера глубина которого больше на 1200 футов оно содержит в своих водах значительный процент соли а также до одной четверти растворенных твердых веществ удельный вес воды 1170 если принимать вес дистиллированной воды за тысячу рыбы не могут жить в этом озере те из них которые попадают сюда из иордана вебера и других рек быстро погибают но утверждение будто плотность воды в озере настолько значительна что человек не может в него погрузиться неверно вокруг озера лежат прекрасно возделанные земли ибо мормоны очень привержены земледелию повсюду разбросаны ранчо загоны для домашнего скота поля ячменя и овса кукурузы сорга пышная луга изгороди из шиповника заросли акаций и молочая так выглядел бы этот край через 6 месяцев летом но в то время земля была запорошена тонким слоем снега в 2 часа дня пассажиры высадились на станции Огден поезд отходил дальше только в 6 часов вечера и у мистера Фога месяц Ауды и обоих их спутников было достаточно времени чтобы по небольшой железнодорожной ветке съездить из Огдена в город святых 2 часов им вполне хватило для осмотра этого обычного американского города который в качестве такового построен по единому стандарту Соединенных Штатов в виде огромной шахматной доски с длинными холодными линиями и как выразился Виктор Гюго с унылой мрачностью прямых углов Основатель города святых не мог преодолеть присущего англосаксам стремление к симметрии В этой удивительной стране где люди отнюдь не находятся на уровне ее установлений все делается смаху города дома и глупости В три часа дня наши путешественники уже прогуливались по улицам города расположенного между рекой Иорданом и нижними отрогами у осадческого хребта В городе было немного церквей наиболее монументальными зданиями в нем были дом пророка резиденция самоуправления и арсенал Отдельные дома были построены из голубоватого кирпича обнесены верандами и галереями и окружены садами где росли пальмы акации и рожковые деревья Город был опоясан построенный в 1853 году стеной из глины и булыжника На главной улице где находился рынок высилось несколько украшенных флагами гостиниц среди них гостиница Соленого озера Мистеру Фогу и его спутникам город показался не особенно густонаселенным улицы были почти пусты кроме однако той части города где находился храм они достигли его лишь миновав несколько кварталов окруженных палисадами женщин в городе было довольно много что объясняется составом мормонской семьи не следует однако думать что все мормоны многоженцы они свободны поступать так как желают но надо отметить что почти все жительницы штата Юты стремятся выйти замуж ибо согласно религии мормонов небо на том свете не дарует блаженства незамужним женщинам эти несчастные создания не выглядят ни счастливыми ни довольными некоторые из них без сомнения более богатые носили свободные в талии черные шелковые жакеты а на головах капюшоны или скромные шали остальные были одеты в ситцевые платья паспорту в качестве убежденного холостяка не без некоторого чувства страха смотрел на этих мормонок которые в количестве нескольких душ были призваны ублаготворять одного мормона с присущим ему здравым смыслом он представил себе этого несчастного мужа ему показалось устрашающим вести столько дам сразу через все превратности земного существования вплоть до мормонского рая где мужу предстояло навсегда оставаться в компании с ними и с достославным Смитом который должен будет украшать своим присутствием это место вечного блаженства такая перспектива мало улыбалась Паспарту ему казалось даже быть может он в этом заблуждался что жительницы Грейт Лейк Сити бросали на него несколько взволнованные взгляды к счастью пребывание Паспарту в городе святых было непродолжительным без малого в 4 наши путешественники вернулись на вокзал и вновь заняли места в своем вагоне раздался свисток но в ту минуту когда колеса локомотива пришли в движение и поезд стал набирать скорость раздались крики остановите остановите тронувшийся поезд не останавливают джентльмен издававший эти крики был очевидно каким-то опоздавшим мормоном он мчался во весь дух к счастью для него вокзал не имел ни дверей ни барьеров он перебежал дорогу вскочил на подножку последнего вагона и задыхаясь упал на лавку Паспарту который с волнением следил за этими гимнастическими упражнениями с живейшим интересом рассматривал опоздавшего ибо узнал что этот гражданин Юты удрал из дому после семейной сцены когда мормон немного пришел в себя Паспарту как можно вежливее осведомился у него о количестве жен судя по поспешному бегству джентльмена честный малый предполагал что того их должно было быть по крайней мере двадцать одна сударь воскликнул мормон воздевая руки к небу только одна но и этого вполне достаточно да а продолжим мы в следующий раз субтитры